Алексей Корнелюк. Бизнес-роман «Головоломка». Озвучил Кунах Роман. Уровень 0. Загляни в мои воспоминания, и ты не найдешь там ничего плохого. Я чист. Помню только хорошее. От всего плохого я избавился совершенно странным и неожиданным способом. Меня зовут Андрей. Я буквально не помню ничего, что хоть как-то в свое время доставляло мне боль или грусть. Мои воспоминания, как сахарная вата, приторные. Но, конечно, так было не всегда. И влезть в свою голову я разрешил сам, не до конца понимая, к чему это все приведет. Ну, по сути сам. Поверил бы ты брошенным с ухмылкой словам сидеющего старика. Я торговец памятью и заберу твои плохие воспоминания. Ну да. Что это, блин, вообще такое? Торговец с воспоминаниями? Менеджер ностальгии? Фарцовщик мемуаров? И, конечно, я не поверил в этот бред. Помню, стоял тогда с кривой ухмылкой и смотрел сверху вниз на этого, кхм, торговца. Да, признаюсь. Приглушенный свет лампы, озаряющий небольшую комнату, витающие клубы дыма, отлеющие сигареты и не мигающий взгляд старика, сидевшего за большим столом, создавали атмосферу. Но не более. Я думал, что окажу старику услугу, сыграя в его игру и через пару минут унесу оттуда ноги, оставив его наедине с собственными бреднями. Но нет. Эта игра затянулась. И, выйдя в тот вечер за порог того странного места, я оставил все свои негативные воспоминания и потерял самое главное. Но что-то я забегаю вперед. Давай по порядку. Уровень 1. День Икс. Сигнали и поглядывая на часы в своем автомобиле, я понимал, что безнадежно опаздываю. Я потянулся за остывшей картошкой фри на соседнем сиденье и, пережевывая вчерашний фастфуд, мысленно придумывал оправдания, которые скоро мне понадобятся. Понимаете, заболела моя собака, и я нес ее на руках всю ночь в ветеринарную клинику. Или меня затопило, и полночи я бегал с ведром и тряпкой. А может, сегодня я узнал, что болен редкой болезнью? Вытерев руку о штанину, я потянул за солнцезащитный козырек и посмотрел в зеркало. Предательски лопнувший капилляр и два здоровенных мешка под глазами не сильно соответствовали моей легенде. Все, конечно же, не так. Город засыпает, и просыпается мафия. И я вместе с ней. Хватаю коробку с пиццей и, несколько часов не меняя позы, смотрю сериалы. Захлопнув козырек, я еще раз посмотрел на часы. 40 минут, как мой рабочий день начался. И это при условии, что год назад я где-то услышал, что нужно перевести часы на 10 минут, и опоздания прекратятся. Ага. Блин, а может на 40 минут перевести? Зачем эти полумеры? Сзади раздался сигнал от водителя, и я резко нажал на педаль тормоза. Да еду, еду, сказал я сквозь зубы, и немного приподнявшись на сиденье, посмотрел вперед, пытаясь найти конец этой бесконечной пробки. Меня уволят. Тихо и обречен на сказал я. Не то чтобы я сильно держусь за нынешнее место работы, но четвертый раз за год брать свою милую коробочку с личными вещами и идти на выход. Уже слишком. Затем снова по кругу. Сайт с работы, отправка резюме, собеседование, отрепетированная речь, коммуникабельный, там целеустремленный и слова от нового начальника. Минуточку внимания, познакомьтесь, это Андрей, ваш новый коллега. Привет, Андрей! Раздается унылый хор голосов моих коллег. Милое похлопывание по плечу и на путстве из разряда «У тебя все получится» или «Если что-то будет непонятно, заходи ко мне в кабинет». Мне вот что непонятно. Почему в свои 29 лет я плыву по течению «Речки вонючки» и ненавижу свое старое, нынешнее и заранее уже будущее место работы. Но на этот вопрос ни один из начальников не смог бы ответить. Вытащив из подстаканника газировку и проглотив комок горечью и сладковатую жижу, на мгновение полегчало. Нажав на пальцем на кнопку магнитолы, я включил свою любимую радиоволну и слегка расслабившись, услышал уже знакомый мне голос. Сегодня особенный день для жителей столицы. День мертвых. Данный праздник принято отмечать 1 ноября в Мексике и некоторых других стран Латинской Америки. Однако у нас этот праздник не пользуется популярностью, хотя и в Москве, и в Мексике люди умирают. Но не будем о грустном. Температура на улице 10 градусов, пробки 8 баллов. Внезапно звук из динамиков исказился, и помехи радио заполнили громким гулом салон мои потрепанные иномарки. Помните воспоминания. Испугавшись, прижав одно ухо к плечу, я резко выключил магнитолу. Расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, я приоткрыл окно, впустив свежий морозный воздух. Чёртова машина, вечно что-то ломается. Потянувшись к бардачку, я на ощупь нашёл мятую пачку и, вытянув одними пальцами сигарету, прикурил, глубоко затянувшись. Это не был голос диктора. Это вообще сложно было назвать голосом, словно кто-то прожёвывал слова и выплёвывал, растягивая каждый звук. Докурив и подняв окно, я почти пропустил свой поворот. И неловко перестраиваясь через три ряда подзвуки сигналов, в последний момент съехал с магистрали. Впереди замаячило старое высокое советское здание. Подъехав поближе, я нашёл свободное место и, припарковавшись, заглушил мотор. Не отпуская руки с руля, я какое-то время сидел в тишине. Бросив беглый взгляд на магнитолу, затем вытащил ключи зажигания и вышел на улицу, захлопнув дверь. Бежав в сторону работы и оставляя следы на только что выпавшем снеге, я даже не догадывался, что лампочка на магнитоле стала еле заметно помигивать. Уровень 2. Ты? Волен? Решил я закончить уже знакомую мне фразу. Что? Нет. Сбивчиво отреагировал мой начальник. Я просто хотел сказать, что ты выглядишь каким-то бледным и потерянным. У тебя всё в порядке? Да, всё хорошо. Просто сегодня со мной приключилась какая-то странная... Ну раз хорошо, тогда за работу! Прервал меня босс и, улыбнувшись пустым взглядом из-под квадратных очков, удалился, оставив меня одного в пустом холле. Странно. Меня не покидало ощущение, что этот эпизод моей жизни уже повторялся. Словно кто-то поставил кассету на перемотку и решил посмотреть заново. Покинув парковку и зайдя в здание, я шёл будто на автопилоте, пытаясь ещё раз переварить случившееся. Не знаю, то ли виной моей впечатлительной стиле... «Андрюх, ты идёшь?» Повернувшись на голос, я увидел в дверном проёме своего старого друга Макса. Благодаря ему я и оказался на этом новом для себя рабочем месте. И подозреваю, только с его помощью так долго держусь на плаву, невзирая на все свои косяки. «Да... секунду». Направившись в его сторону, я размышлял, а стоило ли посвящать своего друга в недавнюю историю. «Привет! Ты уже видел новый тираж?» Макс протянул мне свеже напечатанный журнал, от которого ещё пахло краской. На обложке красовался круглолицый розовощокий мужчина, одетый в строгий костюм. Заголовок был такой. «Богатство сделало из меня человека». Звучит неплохо, но... странно как-то. Словно путь обретения человечности лежит через богатство. Макс хмурым лицом отобрал у меня журнал и, скрутив рулон, сунул в задний карман джинсов. На наш этаж поднимались молча. Я ненавидел своё место работы. И Макс это видел и знал. Однако всячески пытался меня переубедить. Как там говорится? Стерпится, слюбится. Мы работали на старое печатное издание, и, судя по обветшалому интерьеру офиса, лучшие годы этой компании были далеко позади. Я занимался распространением этого ненужного печатного хлама по разным бутикам, кафешкам, а Макс был главным редактором. «Слушай, ты извини за вчера». Нерешительно начал Макс. Мы шли по шумному коридору, и он старался не смотреть на меня. «Всё хорошо, я просто уже подыскиваю тебе замену. Есть у меня один кандидат на звание лучшего друга». Приходит вовремя, по первому звонку и... Ну, естественно, доставщик пиццы приходит по первому звонку. Пихнул меня Макс локтём в ребро и пригласил зайти на кухню. Не спрашивая, что я буду, мой друг по-хозяйски достал две кружки, закинул в них пакетики чая и, направившись к кулеру, негромко сказал. «Давай сегодня как в старые добрые». Заглянем после работы в клуб и постараемся найти тебе принцессу. А? Протянув мне кружку горячего чая, Макс слегка оживился, и в его глазах заплясали огоньки. Я буду представлять тебя как перспективного молодого художника, который ищет свою музу, чтобы снова пробудить свой талант. Не слишком романтично. В самый раз, я же как раз выгляжу как пьющий художник. Кстати, одолжишь мне свой растянутый свитер, чтобы соответствовать образу? Конечно, выглядел я не как художник. Слегка худощав, небольшая сутулость, привлекательная внешность, но художник точно нет. Макс краем глаза посмотрел в зеркало и, одернув свитер, хмыкнул. «Значит, будем импровизировать, но свитер я тебе не дам». «Эх, ну тогда не видать мне принцессы». «А так, во сколько ты освободишься?» Макс, почесывая бороду, сжал губы. «У меня тут небольшие проблемы возникли с материалом, который мы недавно опубликовали, но в целом...» Он взглянул на часы. «После семи буду свободен». Договорились. Причмокивая чаем, я смотрел на Макса, чувствуя небольшое напряжение. «Что-нибудь еще, главный редактор?» «Да, тут мы получили еще пару новых адресов для выкладки журналов». Я закатил глаза. Макс, сделав вид, что не заметил, продолжил уже более официальным тоном. «Это пойдет нашей компании на пользу. К тому же у меня ипотека». «Импотека». Ага. «Что?» Я говорю, интересно посмотреть новые места и послужить на благо компании. Мои губы расплылись в неестественную улыбку. Ладно, я пойду на склад грузить журнальчики. Поставив полупустую кружку в раковину и переступая порог корпоративной кухни, на секунду задержавшись, я сказал. «Разбогател, не потеряв человеческого лица». «Что?» «Заголовок». Я ткнул пальцем вскрученный журнал Макса в заднем кармане джинсов. «Звучит более... обнадеживающе». Спускаясь в складское помещение, я даже не догадывался, что меня ждет на новом адресе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова